Да, полярный не меняется. Так, хорошо. Так, значит, про монтировки телескопов теперь еще раз напомните. Вот эта, которая изображена слева. Как называется монтировка? Горизонтальная. Она работает в горизонтальной системе координат. Какие две координаты в ней, в горизонтальной, как они называются? Две координаты. Посмотрите, ну в тетрадках есть. Нет, в горизонтальной системе координат, два угла. Азимут и высота. Азимут и высота. Каким буквам означается? Измеряется и то, и другое в градусах. Все. Значит, теперь вот эта монтировка как называется справа? Она называется экваториальная монтировка. Она работает в экваториальной системе координат. То есть вы сам прибор, сам свой телескоп ставите в эту систему координат. И вам надо будет здесь только часовой угол менять. То есть вы там моторчик запускаете, и он со скоростью 15 градусов в час поворачивает телескоп. То есть вы на звезду навели, и он вместе с небесной сферой телескопчик поворачивается. Так? Потому что вот эта ось, это куда направлена ось? Куда? Смир П. Это да, П, П штрих. Это ось мира, получается, совпадает. Так? То есть вот у вас телескоп относительно оси мира, и это и поворачивается. Там полярная звезда. Здесь можно было бы искатель поставить. Так. Значит, эклиптические координаты, мы их озвучили. Мы не будем про них тут это расписывать. То есть если будет такая необходимость какой-то задачки, просто скажем... Ну, они есть, короче. Вот они существуют эклиптические, есть галактические системы координат. Значит, здесь по коллекционной здесь, пожалуй, все. Продолжение следует...